Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Евгения Александровна Колпакова. Я работаю в Федеральном центре эндокринологии, врачом-эндокринологом в отделении нейроэндокринологии. Сегодня я бы хотела представить вашему вниманию доклад, посвященный такой важной, актуальной, сложной одновременно теме, как синдром гипотериоза. Данное состояние, синдром гипотериоза является одной из самых распространенных эндокринных патологий у человека. Распространенность первичного гипотериоза составляет около 4,5%, из них манифестный гипотериоз это 0,3% и субклинический встречается у 4,3% людей. Важность этой темы продиктована высокой распространенностью заболевания, а также значительными затратами системы здравоохранения на коррекцию последствий состояний, которые возникают вследствие хронического гипотериоза, вследствие неправильно подобранного лечения гипотериоза, а также неправильное лечение гипотериоза может вызывать ухудшение сопутствующих заболеваний и ухудшение качества жизни пациентов. Данная лекция будет представлена из двух частей. В первой части мы обсудим особенности лечения и терапевтические цели при первичном гипотериозе, во второй части при вторичном гипотериозе. К первичному гипотериозу относят аутоиммунный тиреид, послеоперационный гипотериоз вследствие хирургического удаления щитовидной железы, после лечения радиоактивным йодом, гипотериоз при подостром, послеродовом тиреидите, гипотериоз вследствие тяжелого йодного дефицита, а также аномалии развития щитовидной железы. К вторичному гипотериозу, который имеет свои особенности подбора терапии и целевых значений, относят гипотериоз вследствие опухолей гипоталамогипофизарной системы, вследствие травматического или лучевого повреждения области гипофиза, инфекционных заболеваний, также нарушение синтеза тиреотропного гормона или тиреолибрида. Конечно, золотым стандартом терапии гипотериоза, любой формы гипотериоза является назначение левотероксина натрия. Данная ситуация обусловлена эффективностью препарата, длительным опытом применения препарата, высокой биодоступностью, минимальными побочными эффектами, а также длительным периодом полувыведения. В рамках данной лекции невозможно не остановить свое внимание на комбинированной терапии левотеранином и левотероксином натрия. Конечно, это редкая ситуация в практике, обычно не назначается такая история, но если некоторые пациенты испытывают симптомы гипотериоза, несмотря на нормальные значения ТТГ и Т4, то здесь можно рассмотреть добавление комбинированной терапии. Это связано с тем, что даже при нормализации уровней ТТГ и нормализации уровня Т4 в очень редких случаях, но все-таки это возможно, не получается достигнуть нормальных значений Т3. Тогда у пациентов развиваются такие симптомы гипотериоза, как слабость, утомляемость, мышечная слабость, отечность, набор массы тела, и здесь нужно рассмотреть персонализированный подход. Плюсами комбинированной терапии являются быстрое начало действия левотеранина и нормализация уровня Т3, 3-йод тиранина. Однако наряду с немногочисленными плюсами комбитерапии Т3 и Т4 есть достаточно строгие минусы данной терапии. К ним относятся, во-первых, сложность титрации дозы, во-вторых, высокие риски передозировки препарата с развитием медикаментозного тиреотоксикоза, а медикаментозный тиреотоксикоз влечет за собой такие осложнения со стороны сердца, как фибрилляция предсердия, нарушение ритма, развитие остеопороза. А также одним из минусов является недостаточная изученность долгосрочных последствий такой терапии, комбинированной терапии леотиранином и левотироксином натрия. Поэтому, несмотря на такую возможность, в любом случае золотым стандартом является назначение монотерапии левотироксином натрия, что безопасно, изучено и абсолютно эффективно. Теперь основная часть нашей лекции будет посвящена особенностям диагностики и лечения различных форм гипотиреоза. Конечно, самым распространенным состоянием, самым распространенной причиной гипотиреоза является аутоиммунный тиреозит. Аутоиммунный тиреозит – это аутоиммунное заболевание, приводящее к гипотиреозу вследствие деструкции ткани щитовидной железы ввиду активации Т и Б клеточного иммунитета с образованием аутоантител к ткани щитовидной железы. Здесь хочется остановить свое внимание и в очередной раз напомнить, что диагностика аутоиммунного тиреозита должна основываться только на трех критериях. Первый из них, и, наверное, самый важный, это наличие манифестного гипотиреоза или стойкого субклинического гипотиреоза. Второе – это наличие антитиреоидных антител. К ним относятся антитела к тиреопероксидазе и антитела к тиреоглобулину. Третьим признаком, третьим критерием постановки диагноза будут ультразвуковые признаки аутоиммунной патологии. Если отсутствует хотя бы один из критериев, то диагноз аутоиммунного тиреоидита носит только вероятный характер. Не нужно назначать лечение левотироксином натрия даже в небольших дозах при наличии антител и УЗИ-признаках аутоиммунного процесса и отсутствии первичного гипотиреоза, что является частой ошибкой и, к сожалению, встречается в практике эндокринологов. Целью лечения первичного гипотиреоза в исходе аутоиммунного тиреозита является, конечно, достижение нормальных уровней тиреотропного гормона и Т3 и Т4, триотиранина и тироксина. Однако есть нюансы. Пациентам молодого возраста и среднего возраста возможно сразу назначение полной заместительной дозы левотироксина натрия. Но пациентам пожилого возраста, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано назначение небольших доз тироксина с последующей титрацией дозы. Для этой группы пациентов медикаментозный тиреотроксикоз может быть вдвойне опасен по сравнению с гипотиреозом. Также для пациентов более старшей группы некоторые исследователи, некоторые клинические рекомендации позволяют более высокий уровень ТТГ, нежели чем в общей здоровой популяции. Следующим топиком лечения гипотиреоза будет гипотиреоз при высокодифференцированном раке щитовидной железы. По последним данным, примерно 2% случаев всех злокачественных образований составляет высокодифференцированный рак щитовидной железы. Это злокачественная опухоль из фолликулярных клеток, сохраняющих признаки дифференцировки. В России каждый год регистрируется примерно 6 случаев заболевания высокодифференцированным раком щитовидной железы на 100 тысяч населения. Ведение пациентов с первичным гипотиреозом после хирургического лечения имеет свои особенности при дифференцированном раке щитовидной железы. Здесь есть два варианта. Возможно заместительная терапия, возможно супрессивная терапия левотероксином натрия. На данном слайде представлена стратификация групп рисков, то есть в зависимости от группы, к которой относится пациент, ему будет назначаться различная терапия левотероксином натрия. Современные принципы стадирования послеоперационного риска основаны на рекомендациях Американской триодиологической ассоциации и выделяют группу низкого риска, группу промежуточного и высокого риска. Мы не будем подробно останавливаться на критериях каждой группы, перейдем сразу к особенностям лечения. Если пациент относится к группе низкого риска рецидива высокодифференцированного рака щитовидной железы и находится в биохимической ремиссии, то такому пациенту назначается заместительная терапия послеоперационного гипотериоза. То есть ему назначается такая доза левотероксина натрия, которая позволяет поддерживать уровни ТТГ и Т4 в нормальных значениях в референсном диапазоне. Если же пациент относится в группу промежуточного риска биохимического рецидива или неопределенного статуса опухоли, то такому пациенту будут рекомендовать супрессивную терапию с целью повышения показателей выживаемости. Если же пациенты относят к группе высокого риска рецидива, то здесь безапелляционным выбором будет супрессивная терапия левотероксином натрия. На данном слайде представлены целевые диапазоны уровня ТТГ в различных режимах ведения пациентов. Если мы говорим про супрессивную терапию, когда нашей задачей является подавление ТТГ-зависимого роста остаточных опухолевых клеток, то тогда уровень ТТГ должен быть меньше, чем 0,1. А уровень тероксина, свободного Т4, должен быть в пределах референсных значений. Пациентам пожилого возраста или с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, с фибрилляцией предсердия, мы можем рекомендовать мягкую супрессию, поддерживать уровень ТТГ до 0,5, 0,1-0,5. Опять-таки с профилактикой возможных осложнений медикаментозного тиреотоксикоза. Пациентам из группы низкого риска рецидива рака щитовидной железы мы будем рекомендовать заместительную терапию и в данном случае поддерживать уровень ТТГ в пределах нормальных значений. Если мы говорим про подбор терапии у пациентов после хирургического лечения медулярного рака щитовидной железы, а медулярный рак это одно из самых грозных эндокринных заболеваний и составляет примерно 5-6 процентов случаев рака щитовидной железы, то здесь нет таких особенностей, как при высоко дифференцированном раке щитовидной железы. Надо сказать, что медулярный рак щитовидной железы также может быть примерно в 20-25 процентах случаев в рамках синдрома множественных эндокринных неоплазий второго типа. В остальных случаях он будет спорадическим заболеванием. Однако врачи, которые ведут пациентов с медулярным раком, должны быть очень осторожны и внимательны с данными пациентами. После хирургического удаления щитовидной железы, после тереодектомии, таким пациентам мы рекомендуем заместительную терапию левотероксином натрия. Здесь не нужна супрессия, в отличие от высоко дифференцированного, и назначается такая доза левотероксина, чтобы поддерживать уровень ТТГ в пределах нормальных значений. Следующим этапом нашей лекции об особенностях лечения различных форм гепатериоза будет посвящена подострому тиреодиту. Подострый тиреодит — это воспалительное заболевание щитовидной железы, вирусная теология, которая характеризуется некоторой сезонностью, преимущественно в осенне-зимний период, когда как раз-таки время эпидемии вирусных заболеваний. Считается довольно редким и выявляют примерно 5 случаев на 100 тысяч населения в год, но возможно это связано с низкой диагностикой, потому что на прием к эндокринологу пациенты осенью с подострым тиреодитом приходят довольно часто. Чаще он возникает у женщин. Подострый тиреодит имеет некоторую фазность течения, и выделяют 4 стадии. В первую стадию, когда у пациентов есть какой-то продромальный период, недомогание, повышение температуры тела, утомляемость, слабость, разгар вирусных заболеваний, может быть боль в области шеи, радиация в ухо или в челюсть, первый период может сопровождаться тиреотоксической фазой. То есть из-за разрушения ткани высвобождается большое количество гормонов, они выходят в кровь, и мы видим лабораторные признаки тиреотоксикоза, снижение уровня ТТГ и повышение уровня Т3 и Т4. Данная стадия длится примерно 3-10 недель, и за ней наступает эутиреодная фаза, когда запасы гормонов щитовидной железы истощаются, и мы увидим клинический эутиреоз. Далее, это примерно 1-3 недели, наступает фаза гипотериоза. Она может продолжаться до полугода. Чаще всего гипотериодная фаза заканчивается полным восстановлением функции, но в некоторых случаях, примерно в 25% случаев, мы можем наблюдать развитие стойкого гипотериоза. Обычно мы не рекомендуем назначение терапии левотероксином натрия пациентам с гипотериозом, именно третья фаза, гипотериодная фаза, потому что чаще всего это все-таки транзиторное состояние. Но если пациент испытывает яркие клинические симптомы гипотериоза, то тогда можно рассмотреть вопрос о назначении заместительной терапии гипотериоза левотероксином. Обязательно нужно сказать, что препарат необходимо отменить через 3-6 месяцев, когда чаще всего в клинической практике наступает нормализация функции щитовидной железы. Также хочется сказать, что в последнее время очень часто мы встречаем безболевые формы подострого тиреидита. С начала пандемии COVID-19, возможно, это связано с терапией, которую получают пациенты. Это терапия глюкокортикостероидами, терапия НПВС. Сейчас в структуре подострого тиреидита преобладают именно безболевые формы подострого. Так что здесь тоже нужно быть настороженным. Если у пациента есть какие-то лабораторные признаки гипотериоза или тиреотоксикоза, всегда хорошо уточнить, были ли накануне какие-то вирусные заболевания, не переносил ли он урваи и так далее. Довольно редкое состояние амиодорон-индуцированный гипотериоз. Чаще, конечно, учитывая, что мы проживаем в регионах с выраженным дефицитом йода, после приема препаратов амиодорона мы наблюдаем развитие тиреотоксикоза. Но если есть достаточное обеспечение йодом, тогда развивается на фоне приема препаратов амиодорона амиодорон-индуцированный гипотериоз. Встречается он примерно в 6-13% случаев терапии амиодороном. Чаще встречается у женщин пожилого возраста и есть четкая корреляция развития амиодорона-индуцированного гипотериоза с носительством антитериоидных антител. Антител к тиреопероксидазе и антител к тиреоглобулину. После отмены препаратов амиодорона обычно через несколько недель функция щитовидной железы восстанавливается. Однако данная ситуация может стать триггером развития аутоиммунного тиреэдита с исходом в стойкий гипотериоз, что потребует терапии левотероксином натрия. Последним третьим топиком нашей лекции является терапия вторичного гипотериоза. У взрослых людей вторичный гипотериоз – это довольно редкое состояние и встречается примерно в 1% случаев всех гипотериозов. Причинами являются именно опухоли гипоталамогипофизарной системы, а также состояние послеоперативного и лучевого воздействия на данную область. Реже это ввиду травм области гипоталамогипофизарной системы. Чаще всего у взрослых людей вторичный гипотериоз развивается именно вследствие приобретенной истории. То есть это какое-то вмешательство, либо травма, либо макроаденома, которая вызвала развитие вторичного гипотериоза, либо лучевая терапия, либо хирургическое лечение. Здесь есть свои особенности и цели терапии вторичного гипотериоза. Диагностика вторичного гипотериоза основана именно на снижении уровня свободного Т4 после перенесенной операции на гипоталамогипофизарной области или лучевой терапии с нормальным или низким уровнем ТТГ при двукратном исследовании. В отличие от первичного гипотериоза, здесь мы в первую очередь не на уровень ТТГ ориентируемся, а как раз-таки на уровень свободного Т4 после какого-то вмешательства на область гипоталамогипофизарной системы. Далее назначается терапия левотероксином натрия, обычно в меньшей дозе, чем при первичном гипотериозе. Если при первичном гипотериозе в исходе аутоиммунного тиреидита мы рассчитываем 1,6 на килограмм массы тела, то при вторичном цифра сильно меньше. Обычно это 1,2 на килограмм. И здесь мы отслеживаем компенсацию вторичного гипотериоза по уровню Т4. Уровень Т4 свободный у пациентов со вторичным гипотериозом должен быть в пределах 14-19 нанмоль на литр. Не рекомендуется измерять уровень ТТГ, просто потому что он может оставаться нормальным или низконормальным, или низким. Измерение уровня ТТГ абсолютно не информативно при вторичном гипотериозе для оценки компенсации заболевания на фоне проводимой терапии. Выводы нашей сегодняшней лекции, конечно же, говорят про то, что диагностика гипотериоза может быть затруднительно, это может быть сложная задача, потому что представлено разнообразие клинических проявлений, маскированные варианты. И, конечно, и врачам, практикующим, требуется широкий арсенал диагностических методов и тщательного анализа данных. Но адекватное назначение терапии с определением индивидуальных целей направлено на предотвращение осложнений заболевания и обеспечение наилучшего качества жизни пациентов. Спасибо за внимание.